Итак, дорогие люди, дорогие мои зрители, я уезжаю из Нейчанка в Иркутск, и мне нужно доехать до аэропорта Камрань, и это Камрань-ээропорт мини-бас-стейшн. Возможно, даже помню точно, это здание бывшего аэропорта, старого аэропорта, я не знаю, когда он перестал функционировать, но башенка наверху, скорее всего, свидетельствует о том, что это было бы в Петербурге. Так, билет продается вот здесь, и стоит он 55 тысяч тонн на одно лицо. Так, сейчас мы подойдем к женщине и спросим, может быть, нам другой? Другой лист? Старый аэропорт выглядит вот так. Сколько вы дадите времени, когда он перестал функционировать? Ну, я бы сказала, что не так давно, да? За сколько приходит потолочное перекрытие в такое состояние ДВП? Хорошо бы было, но что-то другое, может быть, здесь планируется. Интересно. Красиво. Все равно мы отправляемся. В 208-153 тысяч тонн. Красиво. Спасибо. 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 По-русски никто не разговаривает. В этой части города мы никогда не были и не странно, что светофоры работают, оказывается. Смотрите, пожалуйста. Большое светофоры. Но не все. Еще один робус. Посмотрим в другую сторону. Здесь этот район не туристический, а аутентичный. И малолюдный. Смотрите, какие красивые загородные места. Я же так и не дошла до этих год. И не видела, какие они вблизи. Наверное, сейчас здесь снимем. Коммунистические плакаты. В загородном как-то все очень по-нашему. По-казахстански, по-российски. Выехали из Нячанка. И я пропустила вам надпись большую. Границу города. Гранитными крупными буквами написано Нячан. Нхатрам. Слева от нас море. Фуникулер, если вы видите. Огурцы. Дорога вообще без знаков. Могли бы поставить там знаки. До Комра не столько-то километров. А то непонятно, сколько нам еще ехать. Прошло полчаса. Итак, я уже в Аэропорте. Я подождала, что это маленький аэропортик. Он маленький, но вполне международный. И очень глубокий. Я думала, тут не разберусь ничего. Или ничего будет. Забраться можно. Вот сзади табло. Мой рейс. Я и забыла, что у меня паспорт горелый. Снова придрались к моему паспорту. Доставили мое сердце учащенную биться. Но что они могут сделать? Не выпустить меня из страны? В общем, все хорошо. Перевеса не было. В общем, пока что все нормально. Девушки спросили. Честно говоря, мне даже не хочется ходить, сесть. Дюй-дюй-дюй смотреть. Смотрите, какие у нас пилоты красавцы. А может этот стюар? Третья пилоты красавцы. Третья пилоты красавцы. Немного раздражения. Известного раздражения. Третья пилоты. Уже не надо. Это стюарды. Летчики и наши стюарды. Они эти красавцы, которые началась посадка. Я почему не началась, но уже мы на готове. Это густости денег. Не занято у вас? Нет, не занято. Не занято. Советую не один, а заранее. Затруднит покидание самолёта. По спасенному оконченному платью ЛФС завет на арт. Более подробно ознакомиться со спасательным оборудованием самолётова поможет инструкция по безопасности. Которая находится. Полёт отложили. Спасибо. Полёт отложили. Ой, вылет отложили. На полчаса душно. Всё жарче и жарче становится. Как в бане. И нам открыли дверь. Воронки. На камерский поехали. Мы ещё не встретились. Подаю втором мере. Обед вполне приличный. Как где-то с картошкой, 100 лет не ели, в закуске даже бекон, амурчик, белый хлеб, черный хлеб, чай, второй большой, и натягиваю. Масло и жирное, еще влажное, влажное, прохладное солнце. Забыла вам свой чай, почти перед выходом, с печеньем. Действительность российская. Мы стояли в самолете, уже прилетев, приземлившись. Мы стояли полчаса, чего-то не выпускали, подвезли трап, но не открывали дверь, не подсоединяли этот трап. Потом очень долго чего-то разбирались с экипажем, какую-то сам санитарную декларацию не запомнили или что. В общем, на нас это никак не отразилось, кроме того, что мы в проходе стояли полчаса. И багаж тоже не спешат выдавать. Хотя, что его тут? Хоть что они, уж манают, что ли? Так выглядит Байкал зимой. Довольден. Довольден. Либр бит. Готири гines. Восьмое феврале. Беру пойду. Я обожаю бой. 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 Продолжение следует...